Химическая связь Металлическая, ионная, ковалентно-неполярная и полярная И отдельно еще раз смотрим водородную Говоря про металлическую связь Мы лишь скажем то, что эта связь реализуется в металлах и их сплавах Нам этого достаточно Ионная связь, она реализуется естественно в ионных соединениях А это когда у нас есть металл и не металл Примером может служить натрий-хлор Ковалентно-неполярная связь реализуется, когда у нас два одинаковых не металла Когда ни один из не металлов не перетягивает к себе чужой электрон Примером может служить молекула водорода И наконец полярная связь Это когда у нас два разных не металла И один из не металлов к себе перетягивает чужой электрон Примером может служить связь NH Пятый тип связи – это водородная. Самая, наверное, сложная связь в школьной программе. Первая. Она, как правило, межмолекулярная связь. Наверное, единственный пример, который вы встретите в ближайшее время – это молекул ДНК. Там, конечно, связь будет внутри молекулы, но и молекулы большие. Поэтому для себя делаем такой ориентир. Водородная связь – связь между молекулами. Что дальше? Это будет связь между высокоэлектроотрицательными элементами, как азот, кислород, фтор. А точнее, не просто между ними, а между их электронной парой и положительно заряженным водородом. Связь является непрочной. Ее отчасти поэтому рисуют пунктиром. Если обычную связь ковалентную мы черточкой делаем, то водородная она пунктирует. Непрочная. Связь водородная часто может встречаться в органических соединениях. Когда у вас есть положительно заряженный водород, это может быть спирт, кислота. И когда там есть, допустим, кислород или азот с парой электронов. Также могут быть и неорганические соединения, такие как вода, аммиак, плавиковая кислота. В задании номер 4 ЕГЭ по химии может встретиться пример, когда будет речь идти. О каком-то донор... Нет, давай не так. Все, я понял как. Все, все, все. Хотелось бы обратить ваше внимание на одну еще небольшую тему. Дело в том, что ковалентная связь образуется взаимодействием одного электрона от одного атома и второго электрона от второго атома. Они образуют общую электронную пару. Но есть другой механизм образования ковалентной связи. Это донорно-акцепторный механизм. Есть донор. Как вы понимаете, донор тот, кто что-то дает. В нашем случае донор будет азот, который будет давать свою электронную пару, ее распаривать, на свободную орбиталь акцептора. В нашем случае это будет H+. Ну и будет образовываться частица аммония. И это как раз является классическим примером донорно-акцепторного механизма, который вам, скорее всего, и попадется. Если попадется. Ну все, теперь вы готовы. Можете решать номер 4 ЕГЭ по химии. Если в неорганической химии активно используется описанная классификация, ионная, металлическая, эквивалентная связи, то в органической химии используется немножко другая. А это деление связи на сигма и пи. Сигма-связь – это первая связь, которая образуется между атомами. Например, СС-связь – одинарная и сигма. А пи-связь, она может быть второй и третьей связью. Например, ацетилен. Первая связь – сигма, а вторая, третья – пи. Связи CH, они тоже являются сигмы-связями. Рассмотрим еще два примера. Это формальдегид и синильная кислота. Связь СО двойная. Первая связь – сигма, вторая – пи. В синильной кислоте связь СН. Первая – сигма, вторая – третья – пи. Все довольно просто. Дерзайте! В задании номер 4 ЕГЭ по химии также спрашивают и знания по кристаллической решетке. Кристаллических решеток бывает четыре. Ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Для того, чтобы хорошо в них разбираться, их удобно сравнить по ряду признаков. Это какая частица находится возле кристаллической решетки, характер связи между частицами, прочность связи, физические свойства кристаллической решетки и, естественно, знать примеры. Сравним кристаллические решетки по признакам. Какая у нас частица находится в ионной решетке? Это, соответственно, ион. В атомной, молекулярной – это у нас атомные молекулы, а в металлической – либо атом металла, либо ион металла. Характер связи между частицами. В ионной решетке – это ионная связь. В атомной – это будет либо ковалентная полярная, либо неполярная. В молекулярной решетке будут действовать силы межмолекулярного взаимодействия. Это довольно слабые силы, но об этом попозже. В металлической решетке – металлическая. Но пока вроде все довольно логически. Давайте про прочные связи поговорим. В ионной и в металлической решетке связи прочные. В атомной – еще прочнее, они очень прочные. А в молекулярной как раз получается прочность связи слабая, поскольку силы межмолекулярные, они довольно слабенькие. Ну и, наверное, одно из самых главных – это физические свойства. Для ионной решетки характерно то, что они должны быть твердыми, тугоплавками, с высокой температурой плавления. Для них должна быть характерна растворимость в воде, хотя не все соединения будут растворимы. И, как следствие, если вещество растворимое, то раствор будет проводить электрический ток, ну или расплав. Для атомной решетки характерна очень большая твердость, но при этом они являются хрупкими, не пластичные. Для них характерна очень высокая температура плавления, характерна нерастворимость в воде. Для молекулярной очень низкая прочность, это опять же следует из прочности связи. Они будут являться легкоплавкие, с низкой температурой плавления и кипения. То есть, многие вещества будут даже газообразны при нормальных условиях. Для этих соединений уже характерна растворимость в воде в сравнении с атомной решеткой. Могут быть как электролитом, так и неэлектролитом. Вещества могут быть летучими и способными к возгонке. И последнее, металлическая решетка. Для нее характерен металлический блеск, электро- и теплопроводность, пластичность, ковкость, а температура плавления может быть как низкой, так и высокей. Есть у нас один жидкий металл, тортуть, а есть металлы, которые плавятся уже взяв руку. То есть, педагрев их до 36 градусов. Что касается примеров, это настолько же важно, как и физический свойств, а может быть даже еще важнее. Потому что в ЕГЭ можно по примерам определить, какая кристаллическая решетка. Ионная решетка. Это большинство солей, гидрооксидов и оксидов металлов. Атомная решетка. Это С, алмаз, графит, бор, кремний, карбарон, силициум, С, оксид кремния. У него есть название кварц, кремнезем, песок, горный хрусталь. И оксид алюминия. Корунт, глинозем. Тут обращаю ваше внимание, что вроде бы оксиды металла должны давать ионную решетку, но в случае алюминия это будет атомная. Перейдем к молекулярной решетке. Примеры. Лед, то есть вода, газы при нормальных условиях, благородные газы, белый фосфор, серый йод, подавляющее большинство органических соединений и, соответственно, кислоты. Сюда также относятся еще и кислотные оксиды. Оксид кремний, силициума-2, исключение, он будет атомной решеткой. И последняя кристаллическая решетка, это металлическая. Ну, тут все просто. Примером являются металлы и их сплавы. Теперь мы можем приступить к решению задания номер 4 ЕГЭ по химии, поскольку мы выучили типы связей и кристаллические решетки.